Какие методы селекционной работы? Родственная гибридизация служит для закрепления признаков. Если разговор о растениях, то это скрещивание самоопыления, родственное скрещивание. Если это селекция животных, то здесь скрещивание либо братьев-сестрами, либо детей с родителями. Это будет непосредственно родственное скрещивание. И второй вариант – это неродственное. По-другому неродственная гибридизация называется аутбридинг, а родственное – имбридинг. Неродственная гибридизация бывает нескольких видов. Это скрещивание, то есть гибридизация может быть внутрипородным или внутрисортовым. Оно равносильно родственному скрещиванию, только особи не являются друг другу родственниками, но тоже служит для закрепления признаков. Оно может быть межсортовым или межпородным. Для получения новых признаков. И это может быть отдаленная гибридизация. В этом случае скрещиваются представители разных видов. Отбор тоже бывает двух основных форм. Отбор может быть массовым. В случае массового отбора мы просто в массе отбираем тех растений, те организмы, ну растения, в любом случае только растения, которые содержат нужные нам признаки. При этом нам не важно их родословные. Нам не важно от каких предков они произошли. Без учета родословных. И отбор бывает индивидуальный. Когда мы точно знаем, от кого произошло это растение, и нам важно, что именно эти признаки оно содержит. С учетом родословной. Методы селекции. Теперь разберем несколько частных методов селекции отдельно в селекции растений и в селекции животных. После того, как мы разобрались с исходным сортовым разнообразием, мы можем приступать к скрещиванию. Это пункт общий для селекции растений и для селекции животных. Это гибридизация. И в том и в другом случае у нас есть понятие родственной гибридизации и неродственной гибридизации. Для селекции растений родственная гибридизация – это самоопыление. Причем это самоопыление перекрестно опыляемых растений, которые обычно самоопылением не размножаются. Разумеется, нужно оно для выведения чистых линий. В селекции животных тоже есть родственная гибридизация. А здесь скрещиваются между собой близкие родственные животные для получения гомозиготных линий желательными признаками. То есть тоже для чистых линий. Для закрепления желательных признаков. Такое явление называется инбридинг. Для растений же в этом отношении наиболее применим термин инцухт. Следующий вариант гибридизации – это неродственная гибридизация. Неродственная внутрисортовая или внутрипородная – для улучшения существующего сорта или породы, или для сохранения. Межсортовая или породная – для создания нового сорта или новой породы. И для создания эффекта гетерозиса. Эффект гетерозиса – это явление жизненной силы гибридов первого поколения. Из-за большого количества гетерозиготных групп. При скрещивании двух чистых линий, но отличающихся по ряду признаков, например, вот такого плана, гибриды первого поколения, скомбинируют у себя все доминантные аллели. То есть они будут полностью гетерозиготными. А значит, унаследуют доминантные аллели от обоих своих родителей. Они будут быстрее, выше, сильнее, чем предковые формы. И этот эффект будет одинаково работать для селекции растений и для селекции животных. Явление гетерозиса завязано на гетерозиготности по многим аллелям. Именно она дает преимущество перед предковыми формами. Эффект гетерозиса быстро угасает из-за того, что гетерозиготные группы переходят в гомозиготное положение. Уже в следующем половом размножении гетерозиготные группы будут переходить в гомозиготность. Эффект гетерозиса можно сохранить у растений, если размножать их вегетативно, без пола. В таком случае эффект гетерозиса сохранится, а при половом размножении он будет угасать. И последний вариант неродственной гибридизации – это отдаленная гибридизация. Отдаленная гибридизация применяется тоже и среди растений, и среди животных. Например, широко известен капустно-редичный гибрид, пшеница плюс рожь, пшеница и пырей. Среди животных тоже есть примеры отдаленной гибридизации. Например, это гибрид кобылы и осла. Это мул. Или наоборот, гибрид ослицы и коня. Это лошак. Овца меринос и баран архар. Тут гибрид архара-мериноса. Стерлить и белуга. Дают нам бестера. Харек и норка. Получается хонорик. Здесь тоже работает эффект гетерозиса. Все эти гибриды, например, что лошак, что мул, они куда более выносливы и долгоживучи, чем исходные животные. В случаях отдаленной гибридизации большинство гибридов стерильны. То есть не дают потомства. Из-за чего? Из-за того, что в их геноме объединяются хромосомные наборы двух разных видов. Получены одно от яйцеклетки, другое от сперматозоида. И даже если количество хромосом в них одинаковое, хромосомы разные. Как в случаях, например, капусты и редьки. И у капусты и редьки в гаплоидном наборе по 9 хромосом. Однако эти хромосомы разные. Во время спорогенеза, во время миоза хромосомы не конъюгируют. Для того, чтобы прошел процесс миоза, нужно, чтобы в профазе хромосомы конъюгировали, и кроссинг-овер туда-сюда, и пошел дальше процесс. Не конъюгируют между собой хромосомные наборы разных видов. Поэтому большинство гибридов стерильны. Преодолеть эту гибридную стерильность удалось нашему ученому. Это Карпеченко. Он обработал колхицином семена гибридных растений. В результате, во время процесса методического деления, хромосомные наборы увеличились вдвое. То есть 9 плюс 9 от капусты и 9 плюс 9 от редьки. И в результате это растение стало тетраплоидным. То есть оно уже не диплоидное, оно тетраплоидное. Но зато во время миоза каждый из хромосомных наборов может конъюгировать со своим типом хромосом. И таким образом преодолел Карпеченко стерильность гибридов. Хотя прием этот сработал только для растений. Ну и вообще работает только для растений. Только они могут преодолеть свою гибридную стерильность таким вот искусственным способом. Большинство гибридов животных, они стерильны. Потому что обработать колхицином животных нельзя, эмбрионы животных нельзя. Слишком сложная организация, слишком большое количество хромосом, слишком непредвиденные последствия от полиплоидизации. Кстати, такой способ преодоления гибридной стерильности, он же и лежит в основе полиплоидии. У растений этот прием полиплоидизации позволяет преодолеть гибридную стерильность. На животных он неприменим, только на растениях. Поэтому среди животных не бывает ни полиплоидов и не бывает искусственно восстановленной преодоленной гибридной стерильности. Только если они естественно способны преодолеть ее сами. Если это близко расположенные друг к другу на эволюционном древе виды, тогда их хромосомы, они в принципе схожи друг с другом и могут сами конъюгировать без помощи человека и его колхицина. В этом случае гибриды от таких особей будут плодовиты, но только при скрещивании с такими же собственно гибридами, а не с кем-то из родительских организмов. После того, как будет произведена гибридизация, можно приступать к отбору. Отбор – это следующий метод, который действует тоже и для селекции растений. Я напоминаю, что слева у нас селекция растений, а справа селекция животных. Отбор. Отбор бывает массовый и индивидуальный. Массовый отбор не применяется в селекции животных. В селекции растений массовый отбор применяется. Он применяется в отношении перекрестно опыляемых растений. То есть там, где естественным образом перекрестно опылились растения, Среди гибридов перекрёстно опыляемых растений мы просто в массе отбираем те организмы, которые обладают подходящими для нас признаками. То есть, например, подходящим количеством семян в колосе максимальном, или наиболее высокие, или с наиболее толстым стеблем. В общем, с теми признаками, которые нам подходят. Применяется он, ещё раз, для перекрёстно опыляемых растений. Индивидуальный отбор применяется для самоопыляющихся растений. В этом случае выделяются чистые линии, потомство одной самоопыляющейся особи. Среди животных индивидуальный отбор тоже применяется. Здесь он ведётся жёсткий, с учётом хозяйственных признаков, ценных для человека, с учётом выносливости, экстерьера. В общем, жёсткий отбор по признакам. Хотите увидеть индивидуальный отбор в действии? Сходите на выставку собак или кошек. Это и есть пример индивидуального отбора, когда с учётом родословных отбираются особи с наиболее выдающимися характеристиками. Гибридизация и отбор – это основные методы селекции. Они применяются и в селекции растений, и в селекции животных. Однако, есть и ряд специфических методов, которые применяются либо в селекции растений, либо в селекции животных. Например, метод испытания производителей по потомству. Он применяется только в селекции животных. Испытания производителей по потомству проводят с целью определить те хозяйственные признаки, которые проявляются только у самок. Например, ген яйценоскости есть и у самцов, и у самок. И на генотип влияют оба гена, полученная аллель и от самца, и от самки. Но яйца несет только самка. Получается, генотип самца по этому признаку – он загадка. И не ясно, какой именно вклад самец делает в продуктивность этой курицы. Поэтому проводят испытания производителей по потомству. В этом случае берут несколько разных самцов и одинаковых самок. И скрещивая разных самцов с одинаковыми самками, и глядя на результат, выясняют, какие из самцов содержат лучшие гены для производительности по определенному признаку. Это и есть испытания производителей по потомству. Это аналог анализирующего скрещивания, когда, глядя на потомство, мы можем сделать вывод о том, какие именно аллели были у родителей. Еще вариантом специфических методов селекции животных является искусственное осеменение от лучших самцов-производителей, гормональная суперовуляция и трансплантация яйцеклеток. Искусственное осеменение – здесь все понятно. Здесь берут семя от лучших самцов-производителей и оплодотворяют самок. В случае гормональной суперовуляции у самокоров с хорошими признаками, теми, которые нужны для человека, забирается большое количество яйцеклеток. Конечно, естественные процессы функциональные не позволяют взять большое количество яйцеклеток. Именно поэтому проводится гормональная терапия. С целью увеличить количество овулирующих яйцеклеток, которые изымаются и используются для трансплантации. Здесь уже следующий пункт – трансплантация яйцеклеток. Трансплантации к животным, которые обладают рядовыми признаками, но способны зато выносить потомство от суперпродуктивного животного. Такие методы широко применяются в селекции крупного рогатого скота, то есть коров. В этом случае самки с наилучшими показателями подвергаются терапии гормональной суперовуляции. У них забираются яйцеклетки с их идеальным генетическим материалом. Эти яйцеклетки трансплантируются в обыкновенных коров, осеменяются, либо уже оплодотворенные яйцеклетки трансплантируются. И получается, что обычные коровы у нас вынашивают грандиозное суперпуперпотомство. В селекции растений тоже есть ряд специфических методов, например, полиплоидия – явление, которое неприменимо в селекции животных. В основе полиплоидии в селекции растений тоже лежит колхицин. Толхицин, который разрушает веретено деление и не позволяет хромосомам разделиться и закончить клеточное деление. В результате в клетке остается двойной набор хромосом, потом, затем, возможно, тройной и четвертной и так далее. В зависимости от того, насколько полиплоиден, набор хромосом выделяют триплоидов, тетроплоидов, гексоплоидов и так далее. Мутагенез. Искусственный мутагенез применяется в селекции растений, но не применим в селекции животных. Мутагенез, искусственный мутагенез – это искусственное получение мутаций. При этом соматические полученные мутации, они у нас сохраняются, используются с помощью использования вегетативного размножения. Еще один метод из селекции растений – это метод ментора. Метод ментора – это воспитание в сеянце тех свойств, которые человеку нужны. За счет того, что этот сеянец будет привит методом прививки на растения, у которого уже эти свойства есть. Например, если нам нужно воспитать морозостойкость в неморозостойком растении, нужно это неморозостойкое растение привить на то растение, которое морозостойкое. Аналогично, если растение раннеспелое или позднеспелое, менее легкое или более легкое, нужно привить менее легкое растение на более легкое. И в результате растение станет более легким. Основатель метода ментора – Мичурин. Разумеется, этими методами не охватывается все разнообразие приемов селекции растений и животных. Там есть и метод посредника, и метод воздействия условиями среды, и варианты смешения пыльцы. Куча всевозможных методов, которые позволяют получать растения и животных с теми признаками, которые человеку нужны. В селекции животных есть ряд особенностей, которые не позволяют применять к ним некоторые из методов селекции растений, например, ту же самую полиплоидизацию. Особенности селекции животных. Для животных характерно только половое размножение, значит, очень сложно будет вывести чистую линию. У животных очень малое потомство, малое количество потомков. Очень большая продолжительность жизни. У животных очень высокая ценность потомства, что не позволяет проводить большое количество экспериментальных скрещиваний. У животных много экстерьерных признаков. То есть внешних, визуальных, как у собак или у кошек. Точно так же существует множество декоративных пород кур, коров, ну, разумеется, кроликов. Помимо тех, которые существуют именно для хозяйственного использования. Есть еще и множество декоративных, характеризующихся большим количеством экстерьерных признаков. Так как генотипически очень сложные животные по сравнению с растениями, то нужно много времени уделить тому, чтобы изучить связь между признаками. Нужно учитывать связь между разными признаками.